итак ребят в первую очередь когда вы в деревню приезжайте осматривайтесь если деревня не битая как это как меня уверяет камрад говорит здесь ямок нету никто не ходит я в первую очередь начинаю поразванивать именно дороги центральную улицу сейчас металлоискатель в руки и пройдемся по улице что у нас здесь получится находки если будут значит будем продолжать по дорожке ходить потому что верховые на дороге на штыки на пол что это в основном так что это тоже первое одно из правил итак ребят я потрясен тем что следующий сигнал здесь вот был пятак следующий сигнал вот здесь родимый смотрите чего выпало твою налево это царь царская монета ну по размеру наверно двушечка низкопрофильная александровская да ну нафиг а в натуре некопанная деревня блин блинский дорога фактом что вот она дорога как бы еще старая похода ее размыло она видите вдавлено его здесь второсхождение но я иду от по этой дорожке и второй сигнал вот и вот и две монеты офигеть вот это да охренеть михалычу кричу он в шоке блин классно продолжаем на дороге поднял две монеты в принципе на этом и все теперь будем перебираться непосредственно нашу после дороги обследовали посмотрели нашли и после того только мы идем нашу шуфить так что вот такой вот дальнейшее действие по шуфу и так ребят подошел я вот на такое здесь практически все хорошо идеально видно смотрите какая засыпка михалыч сделал несколько копков и засыпка просто классная потом ступает щуп вот у михалыча в руках щуп и вот смотрите щуп проходит очень легко я всегда щупом прозваниваю именно эпицентр дома и ищу края дома это дело для того чтобы определить границу дома вот фундамент и значит вот это край вся засыпка которую будет выкидываться на прозвонку за пределы это обязательно в общем вот так вот по всему периметру делайте щупом определяете границы дома и уже засыпка выбрасывается за пределы вот здесь хорошо то что имеется фундаментный камень ну и в принципе вот вот в ребят результат как вы видите видно по цвету травы сам фундамент по высоте травы тоже отличается также ориентируя очень хорошо когда торчат столбушки здесь вот столбушок торчит это стоечки здесь вот свернутый большой возможно фундаментный камень раньше был в свое время михалыч говорит очень много цветных сигналов очень много цветных сигналов ну советственно здесь будет предостаточно потому что как вы видите стекло советское и вот видите кусочек торчит ткани ткань видно еще не успела сгнить так что синтетика долго гниет ну дом как минимум здесь стоял лет 60 это точно засыпка смотреть какая приятная какая шикарная засыпочка насчет засыпки ребят засыпка должна быть именно вот такая вот сигнал вот такая засыпка должна смотрите обратите внимание это называется культурный слой именно вам этот надо здесь куски древесины куски по белки в общем это культурный слой это засыпка также вам нужно копать до тех пор пока появится сопутка красный кирпич стекло керамика потом всякие различные предметы обихода расчески и ручки карандаши пуговицы если это все у вас есть а мин монеты будут обязательно так что следующее что я сейчас буду делать щупом прозвонил сейчас прозваниваем верхние верхние сигналы это обязательно верхушку нужно прозвонить а потом уже полностью начинать капитально браться за шов снимать слой за слоем ну я вам все об этом по порядку подробно тоже сегодня расскажу и первый сигнал ребята первый сигнал и вот смотрите как говорится опыт не пропьешь вот она монета слепок видите остался что за монета 3 копейки я думал серебро 3 копейки 52 года когда выкопал она прям зеленая была а с доступом кислорода и солнышко она первая находка на шурфе так что сейчас также продолжаю сначала эпицентр прозванивать а потом именно с этого эпицентра и начинать уже шурфить в центр ямы в центр уже на крайнем случае буду спускаться потому что здесь будет тяжело копать сами понимаете основная часть мусора находится здесь и глубина здесь будет глубже стоят видите столбушки и это означает что это подпорки столбушок берешь качаешь если он тяжело качается значит глубина глубокая так что ладно имейте ввиду так что следующий раз продолжаем вот михалыч щуп взял вот видите вот как сейчас он делает вот так и надо вот отсюда здесь от михалыч вот можно просто прозвонить верховые штык лопатой снимаешь а дальше уже осуваться смысла нет будет материк и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Но у Михалыча тоже был сигнал Лопату воткнул И вот смотрите, зелёная Зелёная Ну, тут, наверное, к бабке не ходи Либо копеечка, либо одна вторая Да, Советский Союз Копейка Так Смотрите, пока я ходил На дальняк Смотрите, пломбочка, конинка Так, 20 копеек Год не знаю Рамочник, ой, щитовик Так, рамочник 10 копеек Двадцатка Рамочник 35-го года И пятак Который он лопатой так засадил Он не просто С неё снял всю Как говорится Всю, как говорится На рост зелёный Он снял с неё и патину И часть металла Только как он умудрился Два раза по ней И с этой стороны Засадите, и с этой С обоих сторон Ладно, нормально Пойдёт Классно, классно, классно Вот так вот Сходил на дальняк А он поднял Раз, два Три Четыре Сейчас только что Пять Блин Пять монет Хоть штаны накладывай Не уходи с этого шурфа Вот, но к чему я Хотел я передвинуться Вон на тот Уголок Почему? Потому что Ну у нас там как бы База Там и у нас сигареты Монеты Вода И всё прочее Неудобно Неохота Переезжать Классный камушек И хотел вот сюда Вот переехать Засыпка здесь классная Стекло Кирпич Керамика Дерево Хотел сюда перейти Но Хоть не уходи отсюда У меня здесь крупная монета И это у нас пятак Пятачок С сорокового года Вот такая вот монета Классненькая Классная монета Ну, почиститься будет нормально вроде бы как Несильные болячки на ней Зачётно Смотрите, там он Что там шкребётся у тебя, Михалыч? Здесь бревно идёт фундамент Вот Досопался Так, вот видите, как мы копаем, ребята Мы копаем Вдоль Сруба Вдоль Стены Михалычу Вдоль И я Видите, шёл вдоль В центр В центр мы ни хрена Не углубляемся Потому что Основная масса находок Которые достаются легко Это вдоль стены Я уже объяснял Почему Вдоль стены Находок больше И почему Их доставать Гораздо легче Здесь всего на штык лопаты А сюда глубже Уже Два Три Четыре И пять Да Так что Вот так вот Имейте ввиду, ребят Имейте ввиду Ладно Ладно Идём дальше И так, ребята У меня монета Но У Михалыча Появился Вот закладной камень Я Михалычу говорю Михалыч Обязательно Прозвони Как под ним Так и Над ним Потому что Закладные могли положить И под камень И на сам камень А потом уже Постелить Первый венец Такое бывало На практике, ребят У меня такое Лично бывало Так что Если нападаете На закладной камень Не поленитесь Прозвоните Если есть возможность Даже выверните его И прозвоните Всё хорошенечко Вот У меня У меня сигнал И выпала медная монета И это у нас царская монета Две копеечки Тысяча Восемьсот Семьдесят седьмой Вот это да Семьдесят седьмой Мне вообще попадается впервые Семьдесят седьмой Семьдесят седьмой Попался мне впервые Интересно Дорогая Или нет Но вы об этом Сейчас уже Знаете Сохран Вообще классный Вы только посмотрите Какой сохран Просто огонь Кстати Михалыч поменял батарейки На приборе И прибор Как будто подменили Видит абсолютно всё Две палочки На приборе показывала И он ни хрена говорит Не видит А сейчас поменял И блин Всё пылесосит Так что имейте ввиду Ребята Две палочки Это уже Понижается КПД прибора Так что наматывайте на ус Я на двух палочках На пяти шурфах работал Работал отлично Но видать амперы Или что Батаре Ты имеешь ввиду Ясно Ладно Продолжаем Итак ребята Шурфа у нас Немножко расширяется Уже начинается Засыпаться Вот Находки как бы Немножко поубавились То есть не особо охотно Они идут к нам в руки Но всё же Всё же Выпала Монетка 20 копеек Год я разглядел 32 Жалко что не 34 Вот такая вот Приятная 20 копеек Щитовичок Ладно Расширяемся Вон видите Как мы делаем Первым делом Вдоль стены Всё это прозваниваем До материка Материк Это у нас Твёрдый грунт Не тронутый человеком И потом Смещаемся В сторону Тем самым Здесь Раскапываем Глубже И засыпаем За собой Траншею То есть Получается У нас Вот так вот Видите Заподлицо Никаких ям Практически Не остаётся А то бывает Такие котлованы Остаются После кого-то Вот Все кто со мной Копает Делают всё красиво И аккуратно После себя Так что Имейте ввиду Уважайте Продолжим Итак Ребят Продолжаем Шурфить Представляете Чисто Случайно Дмитрий Оказался Рядом С той деревней Где мы копаем Диман Сколько отсюда До суда Километров От тебя От тебя Да 90 километров Представляете Он рядышком Оказался Позвонил Спросил Где мы А мы сказали Мы здесь За речкой И представляете Он тут Тут тоже Оказался Вот это совпадение Ну я к чему Увидел Глазами Торчит Вот что-то И надеюсь Это целое Та-дам Да Бутылка Да Донышко Копнуто Итак Ребят На этом я закончу Сюжет о видео Шурфе Как С чего Начинать А продолжение Будет В следующей части Всем пока На шурфе